На освобождённых территориях возрождается жизнь. Джабраил, входящий в Восточно-Зангизурский экономический район, напоминает строительную площадку. Помимо центра города, строительство ведётся в нескольких сёлах. Сёла, фундамент которых был заложен президентом Ильхам Малиевым, в ближайшем будущем раскроет свои объятия родным жителям. Глава государства заложил 18 мая фундамент сёл Бёйк-Марджанлы, Кярхулу, Сараджалы и Машанлы. Бёйк-Марджанлы было одним из первых сёл, освобождённых от оккупации в период Отечественной войны. Это село расположено Барасской долине, в 22 километрах от города Джабраил. Это один из крупнейших населённых пунктов Джабраильского района. Говоря о генеральном плане села, заведующая отделом по связям с общественностью службы реабилитации, строительства и управления Джабраильского, Губадлинского и Зангеландского районов, Ильхамия Рзаева сообщила, что в соответствии с первой государственной программой Великого Возвращения, охватывающей период до 2026 года, площадь, проектированной на первом этапе территории, составляет 41 гектар. На данном этапе будет построено 149 частных домов. Для переселения в Беюкмерджанлы – 542 человек. Согласно генплану, общая площадь села составляет 362 гектара. К 2040 году спроектировано 1074 частных дома и несколько многоэтажных жилых зданий на 6230 человек. Проектируемая до 2040 года территория села Керхулу Джабраильского района составляет 313 гектаров. За этот период предусмотрено спроектировать, а также построить 940 индивидуальных домов и несколько многоэтажных блочных домов на 4428 жителей. Согласно Первой государственной программе Великого Возвращения до 2026 года, площадь проектируемой территории на первом этапе составляет 104 гектара. На данном этапе будет построено 242 индивидуальных дома для 1016 жителей. Проектируемая к 2024 году территория села Машанлы составит 157,54 гектара. За этот период планируется спроектировать и построить в селе 590 индивидуальных домов для 2360 жителей. С учетом демографической нагрузки населения, которое здесь будет размещено, согласно Первой государственной программе Великого Возвращения для первого этапа закладки села, выделено 50 гектаров земли. На данном этапе будет построено 236 индивидуальных домов для 944 жителей.